Самый простой и самый понятный способ сортировки мусора. Двухконтейнерная система выбрана для Московской области как альтернатива огромным свалкам и полигонам. С 1 января регион переходит на новый экологический стандарт обращения с отходами. Это значит, что синие баки для стекла, металла, бумаги и пластика и серые для бытовых отходов появятся в каждом дворе. В Красногорске установят почти полторы тысячи таких контейнеров. Две составляющие. Это так называемые грязные отходы, это органика и чистые отходы, которые включают в себя в основном упаковка. Их проще, так сказать, даже с точки зрения наших небольших кухонь организовать, их проще вывозить, их проще перерабатывать. Вполне возможно, что мы поэксплуатировав такую систему и созреем для более сложной системы. До внедрения новой системы всего ничего. О том, как все будет работать, журналистам рассказал гендиректор управляющей компании «Региональный оператор», которая заменит собой возщиков мусора. С января полномочия по вывозу отходов будут выполнять семь подведомственных ей операторов. Один из них русский, будет обслуживать красногорских потребителей по установленной правительством области цене и нормативу накопления. «Как считать? Берите свою, опять же, 50-метровую квартиру, умножаете на 0,114, умножаете на тариф 791,3 и делите это на 12. Что получается? Я вот здесь посчитал, у меня получилось 375 рублей. Вспоминаем, сколько вы платили, как сейчас, если 7 рублей с метра квадратного, то вы платили 350, будете платить 370. В принципе, разница небольшая. Но будут нюансы. Если кто-то платил 4 метра, то возрастут платежи на 40%. По словам Игоря Пиколова, в стоимость включен не только вывоз мусора, но и его утилизация, траты на постройку заводов, логистику и доставку отходов, годных для переработки. Вывозить сортированный мусор из Красногорска планируют в Можайск, где должны возвести специальное предприятие.